На календаре сегодня у нас 18 августа пятницы и завтра на столичном стадионе Тоймада стартует первый республиканский благотворительный турнир по футболу среди национально-культурных объединений Якутии. Более подробно о футбольном турнире нам сегодня расскажет Анна Маркова, руководитель Управления Министерства по развитию институтов гражданского общества нашей республики, Андраник Наваян, председатель общественной организации «Союз армян города Якутска» и Виктор Толмач, главный судья футбольного союза республики и также главный судья этого турнира по футболу. Доброе утро! Первый вопрос наверняка я адресу Ане Васильевне. Какова цель проведения этого турнира? Ну, как известно, в Якутии с давних вор проживают представители разных народов, и каждый человек знал, что только вот в единстве духа сплоченности можно выстоять в этих суровых климатических условиях. И тому подтверждение истории Якутии, истории многих поколений, судьбы людей, для которых Якутия стала второй родиной. И вот, как бы, продолжая добрую традиции взаимовыручки и взаимоподдержки, Союз армян города Якутска предложили провести турнир по футболу, который поддержали руководители национальных общин. И дальше, развивая, решили принять участие в благотворительной акции «Поможем вместе», инициированные нашим министерством. И вот все вырученные средства будут перечислены в фонд помощи жителям пострадавших от наводнения. Это северным улусам Абыйский, Анабарский, Среднеколымский и Усть-Янский. И вот сама и цель – это уже укрепление единства и духовной общественности народов Якутии, поддержка инициатив гражданских, общественных инициатив, и пропаганда здорового образа жизни. И надо сказать, что поддержали проведение турнира заместитель председателя правительства республики Михаил Дмитриевич Гуляев и Министерство спорта нашей республики. Это очень приятно и очень радует. А вот на самом деле, вот сколько команд-то будет играть в футбол, какие это команды, Виктор Семенович, вы наверняка знаете. Ну, ожидается примерно участие, где-то от восьми и выше больше команд будет участвовать. Но сегодня будет судейская командатная жеребьевка состоится, и там станет точно известно, сколько будет команд. А какие культурно-национальные объединения будут играть в футбол? Из Киргизии, из Узбекистана, а вот Армения вообще там. Спасибо им большое за... Всех, что они придумали этот турнир. Ага, русская община. Русская община, якутская. То есть, ну... Команды ассоциации коренных малочисленных народов севера, общины Тува, бурятская община, ну и узбекская, вот как уже говорили. Поболеть вот за своих любимчиков, за спортсменов, когда можно прийти? Вот уже завтра, да, в течение одного дня, да, будет проходить турнир? Двух дней, да? Двух дней, да? Девятнадцатая и двадцатая на столичном стадионе. Десяти часов утра. Ага. Приглашаем всех жителей города Якутска на этот прекрасный праздник футбола. Поддержать своих любимцев. Тем более, билет всего будет стоить сто рублей. Не забывайте, что это турнир благотворительный. Мы поможем пострадавшим от наводнения в Луссовом республике. Любопытное зрелище, я думаю, ждет. Андраник Альбертович, ну, сказали, да, что вы инициатор этого футбольного турнира. Значит, получается, что вы большой любитель футбола, да? Да, конечно. Да, это однозначно так. Ну, я думаю, что в детстве каждый мальчик любил играть в футбол. Это самая любимая игра для мальчиков. Да, во всем мире? Да, конечно, да. Ну, а ваша общественная организация какие уже проекты реализовала? Я знаю, что много достаточно. Ну, я скажу, что для нас самое знатное это то, что мы построили церковь, свой храм построили. Рядом культурный и духовный центр, где существует еще и воскресная школа. Дети занимаются искусством, наши национальные обычаи. Да, еще и я скажу, что в 2004 году мы профинансировали приезд наших детей в средство мулька Армении. И в прошлом году, в 2016, мы полностью были профинансированы дети Азии, наших детей. Ну, еще и было в 2000 году тоже такой же турнир почти создалось, но там участников было поменьше, где мы тогда выиграли кубок, да, первое место заняли. Поэтому сегодня очень хочется, чтобы наши дети занимались побольше спортом. И есть наше уже трижды обращение руководству нашей республики города, что мы хотим на нашей территории, где наша территория, где церковь находится, построить спортивный зал и детский садик для детей, чтобы дети развивались с детства, занимались спортом и не ходили в бары пить пиво, а занимались спортом. Да, это действительно правильно. Да, я думаю, что сегодня здоровый образ жизни – это самый главный тело каждого родителя, руководителя нашей республики. Так что благодаря им в сегодняшний день построено очень много спортивных комплексов, где сегодня есть возможность всем детям заниматься спортом, своим любимым видом футбола. Вот спортивный комплекс «Датсун». Вот, вчера я там был, это прекрасное, ну, зрелищное место. Ну, в свое время не было у нас такой возможности заниматься этим. Ну, так что в целом, слава богу, все есть, надо просто заниматься этим. А вообще, вот футбол состоится, вот какой возраст у спортсменов, кто будет играть в футбол? От 18 до 25 лет 5 человек, от 25 до 35 – 4 человека, и там уже старше, уже получается, кто остается. Еще 3 человека могут старше. А как будут проходить соревнования? Вот и что вы можете пожелать всем спортсменам, которые вот завтра сразятся на матч? Чтобы они показали, завтра реализовали все свои лучшие качества, на какие они способны. И самое главное, вот я, лучший игрок турнира получит приз личный от меня, как главного судьи, часы «Адидас». То есть это будет приз зрительских симпатий. Главного судьи соревнований. Да, это же такая мотивация отличная. Что ж, огромное спасибо вам за участие в нашей утренней программе. Я думаю, что завтра и послезавтра много телезрителей придут на матч, посмотрят на красивую игру, посмотрят на красивый футбол, поболеют для своих любимых спортсменов. Действительно, любопытное зрелище. Продолжение следует...